Приветствую вас, Аноним. Ялка Аноним, не знаю как вас по имени. Смотри, как-то вот глобально все вас очень тревожит. Сами вы тревожитесь, и ваш муж тревожится, и его бывшая жена тревожится, и мама ее тревожится, и дети тревожатся, все тревожатся. Все чувствуют себя в напряжении, все чувствуют себя в небезопасности, все чувствуют себя в трудном, тяжелом, болезни к болезням. На мой взгляд, у вашего мужа и у его бывшей жены Таков сейчас личностный склад, что люди не отделяют себя друг от друга, и не несут личную ответственность. Каждый за себя сам. Тем самым, не позволяя другому человеку столкнуться, в том числе, и со своей личной ответственностью тоже. И, к сожалению, по такому же принципу ваш муж выбрал вас. Человека, который не уважает свои личные границы, не защищает их. Человек, который не несет личную ответственность полностью за себя, а может перекинуться на ответственность другого человека. Взять на себя ответственность за другого человека, например, за своего мужа, например, за детей своего мужа и так далее. И вот в такой ситуации, когда вы активно помогаете своему мужу решать его проблемы с его детьми, который на секундочку вам никто. Вот. Ничего не изменится. А зачем мужу все это менять, если у него есть вы, который его поддерживает, жалеет, наверное, говорит, как все это несправедливо, как все это ужасно, как все это плохо и так далее. То есть мужу вашему меняться, вообще-то говоря, совсем не нужно. Более того, мне кажется, что именно вот эти черты вас в нем и привлекли, как бы это не было бы неприятно. Я, конечно, не уверен. Ну, в этом. Ну, на мой взгляд, ситуация выглядит примерно так. Таким образом. Дальше. Манипуляция. Манипуляцией можно, наверное, назвать действие вашего мужа. Когда он все бросает и собирается лететь. Почему это манипуляция? Потому что это даёт, собственно, его жене, ну, надежды. Это даёт его жене надежды на то, что таким образом мужа можно вернуть, что она и делает. Ну, было бы странно, если бы она этого не делала. То есть, с чего бы ей это не делать, если можно сделать. Ещё и есть вероятность того, что муж вернётся. Маленькая вероятность, конечно, но есть. Так что, насчёт манипуляции вы правы. Но, кто кем манипулирует? Вот, в чём, на мой взгляд, вопрос. Кто кем манипулирует? Вот, вопрос, который вам нужно себе задать. И не манипулирует ли вами уже сейчас, вот. Жена, бывшая жена вашего мужа, она почему-то манипулирует. Ваш муж, который не решает проблему, почему-то не манипулирует. Ведь, думая он, например, о тех же детях, ну, давно бы он проблему уже решил. И наплевать ему было бы в данном случае на жену. А так получается, что он, не желая поступать по отношению к ней каким-то образом, по сути даёт возможность детям страдать своим детям. И вы мне хотите сказать после этого, что данный момент не является манипуляцией. Вы мне хотите сказать, что в этом случае это не манипуляция. Ну, если это не манипуляция, то что это тогда, я не знаю. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь вам необходимо выходить из этого, я бы сказал, порочного круга. Из этого, ну, из этой такой вот замкнутой сапожки. Вот. И как-то вот, знаете, может быть, ну, может быть, больше думать о себе. О своём здоровье, о своих нервах и так далее. И обратная сторона медали заключается в том, что не могли бы действия жены, бывшей жены вашего мужа как-то повлиять на ваши отношения с мужем. Если бы вы не позволяли бы этого, если бы на вас, на саму это не влияло. На нас это влияет. Потому что вы считаете себя обязанной, должной детям мужа. Я детям мужа. Ну, как? 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 С чего? Почему? Почему? Ну, мне этот момент не ясен. Тому что вы можете, безусловно, предложить, там, свою помощь. Ну, мы, о, вы могли бы предложить помощь мужу и вероятно вы были бы правы в этом. чтобы предложить помощь мужу в том, чтобы как-то решить эту проблему, да. Но вы не можете решить эту проблему за него, а вы как раз таки пытаетесь это сделать. И в этом смысле, в этом плане вы обречены, к сожалению, на провал, потому что сделать это может только ваш муж. И только когда поймет, что все выигрыши в этой ситуации остаться не могут, в принципе. На пирамиде, кстати, кто-то плохой, потому что такова жизнь. Ну а пока ваш муж пытается угодить всем, ну ситуация не будет как-либо меняться. Пока ваш муж пытается угодить всем, дети будут страдать. И это, конечно, очень серьезный вопрос вашему мужу по поводу того, насколько он любит, насколько он реально хорошо относится к своим детям. Потому что если ты хорошо относишься к своим детям, да, то, ну на мой взгляд, ты не будешь давать им мучиться. Вот. Ты не будешь давать им страдать. А ваш муж, он дает. Вот. И сейчас когда вы поддерживаете своего мужа в этом, поддерживаете его поведение, да, вот. Вы, как бы, ну, вы продлеваете страдания детей. И вот ваши вопросы. Как вести себя ему? Только на нем пусть он сам придет к нам на сайт задать этот вопрос. Как ему себя вести? Пускай он сам придет. Пускай он сам придет задать этот вопрос. Разве это несправедливо для взрослого человека? Разве это несправедливо для взрослого мужчины, если он хочет решить проблему? Дальше. Как реагировать на это мнение? Никак. Вас не касается, но если вы чувствуете, что вам делается меньше внимания, то реагировать нужно соответственно. Да, у этого есть своя такая, ну, можно сказать, темная сторона. В плане того, что вас могут обвинить в алгоритме и так далее. Вот. Что вы бессердечны. Бессердечны и прочее. Альтернатива этому полная потеря своей свободы. Вот. Альтернатива этому полное, значит, подчинение ваших каких-то активностей, да. Полное подчинение активностей нуждам мужа и его детей, что в какой-то степени позволяет нам говорить про возможные ваши, я специально говорю про возможные, я не уверен в этом, но про возможные проблемы с... 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 вот. Вот. И... это... та проблематика, которую вам, именно вам не решат. Вот. Такая вот история, кстати. Большая. Что сказать ему? Повторюсь. Я повторюсь. А говорить вам ему ничего не надо. Потому что... словами здесь... не поможешь делу. А то вы совсем. Вот. А ваш муж, он... ээээ... как бы... проблем решает. Не хочет. Понимаете? Он от своей жизни зависит. Он зависит настолько, что... ээээ... даже... детям... твоим... позволяет страдать. О чем вы... говорите? Ну... ну то есть, о каких... о... о каких... ээээ... о каких... ээээ... о каких... эээээ... вариантах решения вы говорите? Тут нет никаких вариантов решения. Не нужны... вашему мыслу реальные решения. Вот. Вам все нужно, чтобы все страдали. Чтоб все друг друга пытались спасти их спасти. Вот. istling И... как справедливо... на мой взгляд сказал... мой... коллега... Игорь. Игорь. Леонидович Кудрячев kitchen что вы для него мама. Ему нужна мама. Вы мамой для него являетесь... вон. Но это, к сожалению, это правда, вот, к сожалению, это так и есть, вот, и вам, саму, надо бы в первую очередь посмотреть на то, с кем, с кем я. Я выстраиваю свои отношения, кому я посвящаю своё время, вот, как я общаюсь с мужчиной, которого люблю, чувствую ли я себя с ним женщиной, чувствую ли я себя естественно с ним, мою ли это естественное состояние. И вы знаете, я бы вам, может быть, даже поверил бы, поверил бы в то, что это ваше естественное состояние, если бы вы не обратились бы к нам. Но, в принципе, именно по той, достаточно простой причине, что вы обратились к нам на ресурс. Вот. Я думаю, что вы себя чувствуете совсем не естественно в подобных ситуациях, ибо ваш муж отношение со своей женой ещё не завершило. А значит, вы для него не единственная женщина. А значит, вам, ну, в какой-то степени приемлемо позицию не единственной женщины. А значит, у вас есть трудности с самооценкой. И вот эти трудности с самооценкой вам нужно решать. В том числе, с помощью специалистов. Понимаете, какая история. Дальше. Я предложил... Вот, видите, да, опять вы спасите. Подскажите, пожалуйста. Я не знаю. Ну, чего именно вы не знаете. Не очень понятно, чего именно вы не знаете. То есть, что вам подсказать. Тоже не очень ясно. В данном случае, что именно вам подсказывать. Потому что мы психологи, мы помогаем в себе разобраться. Вот, мы не занимаемся, ну, поисками, да, вот, каких-то таких решений. Вот, мы все-таки, все-таки, ну, мы работаем в том направлении, чтобы помочь человеку понять себя лучше. Вот, чтобы помочь человеку разобраться себе лучше. Вот, мы... Ну, просто не занимаемся подсказываниями. Вот. Поэтому я боюсь, что вы немножко здесь, конечно, не по адресу областились. Вот. Если именно за подсказки, что делать вам. Ну, я думаю, что решить данный вопрос можете только вы сами-сами. Вот, вы и ваш муж, может быть, но никак не мы, там, потому что это было бы, на мой взгляд, несправедливо. Вот. Ну, и, опять же, как бы, ну, реальные, реальные проблемы это бы не решил никак. Никак. Вот. Вот. Ни вашему мужу это не помогло бы, ни вам. Поэтому... Такая вот, значит, ситуация, такой я могу дать вам ответ. Я могу лишь только надеяться на то, что вы как следует подумайте над теми словами, которые я вам сказал. Подумайте над теми вещами, которые я озвучил вам. Вот. И я очень надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Что рекомендую почитать прямо сейчас. Наверное, вот сейчас треугольник Карпмана. Вот. Это, вот, спаситель, спаситель, счастливого исследователя. Потому что вы находитесь в треугольничке, ну, вот в данный момент. Это, пожалуй, единственное, что вам можно сейчас порекомендовать. И, значит, вместе с мужем, может быть, сперва одна, потом вместе с мужем, вот, обращайтесь за личной консультацией. Вот. За проработкой ваших страхов, переживаний, болезненностей и прочего. В этом все мы вам можем помочь и поможем, если вы позволите нам это сделать. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам искренне всего самого доброго. Надеюсь, что это вас разрешится и вы сможете найти выход из своего положения. Спасибо. 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 Спасибо.